здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале зайцева валентина опять я ненадолго пропала ну вы знаете я всегда возвращаюсь малыш стал очень мало спать днем минут по 15 там час это максимум и все по остальное время он все бодрствует и очень любит ручки и концу дня я конечно мягко говоря уставшая но ночью хорошо спит положиться часов 10 и просыпаются часов 9 поэтому я с ним сплю и вот получается времени совсем не остается зато выспавшийся а замаралась я тут в красочке покрасила стол чтобы у меня был чистый красивый для съемок для следующих мастер-классов очень я всегда возвращаюсь вы меня не теряйте просто мне уже начали писать что валентина где пропали вот то есть я по не поняла что неделю вы еще ждете через полторы две все уже начинают мне писать в сообщениях личных и куда пропали что случилось но самые как бы мои близкие близкие подписчики знают что я всегда есть в instagram и и там можно меня найти посмотреть мои stories и убедиться что все хорошо ладно сегодня я хочу снять видео которое обещала эта вторая часть по моей коллекции картин которая здесь в москве единственная не нашла две или три работы видео с переездами куда-то вот на стеллажах засунул не смогла найти когда-нибудь найду тоже покажу вот а сейчас покажу то что вот на этой стенке и расскажу про этих художников на свет опять выключено моргает постоянно перебои со светом частный сектор начнем от этой вот малышки попробую так вот на свет и и эта работа анны селенских екатеринбургская художница сейчас она живет по моему санкт-петербурге с ней познакомилась на выставке она пишет в таком вот легком стиле пейзажи и мне понравился ее стиль мне понравилось ну сама женщина она уже в возрасте с ней общались она тоже начала писать в декрете когда родился у нее сын самоучка по моему она включили свет вот и когда я на последней выставке я уже знал что она переезжает другой город и я вот взяла у нее эту миниатюру она продает их вот в таких вот рамках маленькие причем этой работы на холстах вот представляете это работа я не знаю 6 на 12 сантиметров вот такая малютка и она их все оформляет 1000 рублей по моему стоила она тогда у нее и вот у анны очень хорошо работы покупались на выставках оффлайн выставках мы с ней несколько раз стояли друг напротив друга я сама видела как хорошо к ней люди подходили и покупали но опять же это постоянные клиенты в основном человек возрасте давно выставляется давно выставках участвует и понятно что уже свой круг почитателей клиентов которые постоянно приходят на выставке и что-то приобретает поэтому очень важно друзья иметь связь со своими бывшими покупателями поддерживать общаться поздравлять там с праздниками узнавать как дела всегда еще и видео постоянно прервается вы наверное удивлены моему мейку я просто сейчас снимала фотографии для инстаграма для но поста и мне надо было ну красиво выглядеть конечно на видео вот такой вот макияж смотрится по крайней мере странно на фотографии вроде ничего вышло вот поэтому давайте лучше переключить на фронталку чтобы вас не смущать и покрупнее покажу работы я бы сказала даже такая миниатюрная живопись она пишет но кисточка и видела я также что на мастихи нам пишет она на выставках тоже также как я писала там сидела такая вот работа так следующая работа это акварель анны подериной в артемовском на урале у меня уже есть одна работа я вам показывала сейчас вот эта работа тут видимо с использованием соли такие вот потеки необычные еще и не нашла 2 или 3 акварельки у меня она были где-то вот в книгах лежат ну сложно сейчас буду их найти такая работа формата 4 следующая работа выиграна мною на аукционе на фейсбуке такой вот импаста очень очень текстурная работа чуть формат чуть чуть поменьше а4 так автор сейчас я посмотрю сзади неизвестный мне художник богданова наталья послан посланников а переулок видимо 79 год а это год рождения вы видите неизвестными вот картина писана в тринадцатом году неизвестный мне автор просто понравилось видимо недорого на аукционе она продавалась и я ее решила приобрести такая вот работа очень очень текстурная так следующие работы следующие две работы это картины сергей волкова екатеринбургский художник один из любимых моих художников екатеринбурге такие вот две его работы лес формата 4 и такие вот морские камни необычный формат продолговатый надо ее оформить в этом году он ее подарил так 5 на 13 в дюймах еще 18 год работы с натуры мазки очень такие ярко выраженные сочные краски наверное эту работу нужно в паспарту и в какую-нибудь нейтральную такую белую рамку заходите на канал сергей у него есть свой канал на ю тубе где он делится своими походами на пленэр небольшие видеоролики выкладывает интересные места наши уральские вот я опять договорю наших подписывайтесь смотрите тоже интересный художник об этой работе я делала видео в прошлый раз и я вам показывал уже работа офицера евгении и последнюю работу которую хочу показать это картина татьяны голевой екатеринбургская художница сейчас она живет в москве работа пастелью выполнена формата 4 такая лисичка таня художница примерно моего возраста пишет она в разных техниках и акрилом и вот пастелью и маслом необычные у нее тоже работы вот такую работу она мне подарила на одной из выставок познакомишься с ней тоже на выставке интересно очень девушка необычная я так скажу ну вот друзья познакомила я вас со своей коллекцией картин мне будет очень интересно если вы напишите о своих коллекциях если у вас таковые есть каких художников вы приобретали когда-то еще интереснее будет знать ты поздравить хочешь здравствуйте еще интереснее будет за сколько вы приобрели те или иные картины буду читать ваши комментарии еще раз большое спасибо что не расходитесь что всегда меня дожидаетесь кстати вот на улице отлично смотрится макияж а при естественном при искусственном свете не очень все лето у нас ушло из москвы прохлада немножко хоть вздохнуть можно потому что это жара вматывала конкретно так планов пока не буду рассказывать это опять расскажу и ничего не успею или не получится поэтому план есть буду стараться выходить на связь подписывайтесь на мой канал обязательно поддерживайте его скоро у меня будет очень красивая цифра на ю тубе подписчиков чему я очень рада также кто может подписывайтесь в инстаграм то дружицы пн посмотрите мои каталоги работ наличии каталог миниатюр куда еще у я вас приглашаю свой телеграм-канал ну и конечно жду от вас комментариев пока пока решила покрасить свой стол работе черный я его крашу когда он уже замарается так весь в краске вот такой вот краской для мебели акриловая черная краска еще из белая без запаха вот очень важно потому что хотя на чуть-чуть пахнет вот эмали покупаю я ее в леруа и время от времени крашу вот стол мне лень все время беречь этот стол покрывать его чем-то бумагой чтобы он был у меня всегда чистый и как бы вот периодически его крашу в черный потом я могу запросто перекрасить его в любой другой цвет эта краска есть разных цветов ну я покупаю в основном белый черный дед у меня желтый красный еще стоит без не востребованы вот можно было бы конечно наплевать и оставить такой стол помаранный но я все-таки за эстетику тем более я часто снимаю видео и меня саму отвлекает видео грязные рабочее место то есть если тут в пятнах что-то где-то нарисовано на ляпаном меня это всегда отвлекает поэтому я люблю чтобы в кадре была чистота взгляда так сказать вот и в один слой я сейчас это все закрашу все эти пятна от краски и буквально уже через час я за этим столом могу работать эта краска водонепроницаемая и стол можно мыть ну конечно механически она подвержена потому что если я начну резаком здесь резать паспарту например да местами будут порезану это тоже все потом опять закрашивается и вот уже я уже не знаю сколько здесь у меня слоев очень много и в краске так крашу не всю поверхность а вот именно те места где у меня целяпаны и все через час я уже начну здесь дальше работать всем